Проект «Как будто вновь я вместе с ними» родился три года назад. Его придумали и воплощают в жизнь телеканал НТС, музейный историко-мемориальный комплекс «35-я береговая батарея» и «Севастопольские музыканты». Память о большой и страшной войне хранят страницы книг, фильмы и, конечно, песни. Именно песни можно назвать самым прочным носителем памяти. Они живут дольше книг и фильмов, передавая историю из поколения в поколение. Мы чувствуем долг моральный. То есть здесь будут звучать песни военного времени и послевоенного времени в нашем исполнении и в исполнении других групп, естественно. Поэтому тоже это большая честь, можно сказать, для нас. Патриотическое воспитание молодежи – это связь времен наших дедов, прадедов и молодых людей, которые через свою субкультуру доносят до нас, молодых, именно те военные годы и показывают нам то тяжелое время, пусть в своем таком, скажем так, формате, но все-таки они же поют песни о войне. Песни, которые нам помогают вспомнить те тяжелые дни и, конечно же, никогда об этом не забывать. Всегда концерты, посвященные этому празднику, очень красивые, очень красивые песни, музыка. Это надо делать молодому поколению, подрастающим. Песня. Раскудрявый клен зеленый, лишь брезной. Я влюбленный и смущенный тут тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый и брезной. Память действительно живет в песнях и будет жить. Внуки солдат-победителей не только перенесли эту музыкальную память в новый 21 век. Они уже пишут свои песни о войне, которую проживают, как будто находятся вместе со своими дедами в том жестоком времени. Такая песня прозвучала в этом году на 35-й батарее. Это авторский проект «Взвод» Евгения Барулина. Словно маятника хоровод и бежит, так смешно, так коряво. Под свинцовой метелью мой взвод. Под свинцовой метелью мой взвод. Под свинцовой метелью мой взвод. Концерт этого года называется «Весна, любовь, победа». В жестокой философии войны понятие «любовь» занимает не меньшее место, чем мужество и долг. Это основная мысль программы, в которой прозвучали песни, не только рожденные войной, но и песни, которые родились благодаря победе. Любовь, счастье, продолжающейся жизнь. Ради этого когда-то и воевали наши деды. Ветеран один выступал из Казани, дедушка. Он рассказывал такой случай из своей жизни на войне. Он говорит, что под Сталинградом я стою, и вдруг мимо проходит девчонка. И говорит, давай поцелуемся, все равно нас сейчас всех убьют. Вот вам, пожалуйста, и любовь на войне. И он говорит, что через 20 минут ее убили, а я, говорит, до сих пор живой. Война – это война, а любовь – это любовь. Она никогда не исчезает, мне кажется, даже на войне. Без любви нет смысла в войне. То есть, ну как, ради чего тогда воевать, если нет любви? В любви все сказывается. Любовь за родину, любовь за жену, за детей, за весь народ советский. Ну, то любовь – все. Немцы подходили, взорвали завод шампанских вин, появился маленький ручеек там. И когда солдатики, а с водой пресной плохо, они касочкой зачерпнули. И вот дедушка скажет, я зачерпнул, глотнул глоточек. И как молния последний Новый год в семье. Если бы прямой связи не было, наверное, бы и победы не было. А только любовь и спасала. Конечно, есть место, безусловно. Только любовь и держала родных, любовь к родным, близким, держала солдат в окопах. В любой жестокой вещи должна присутствовать любовь и нежность. Именно потому, что с помощью любви и нежности все войны проходят. И ради любви и нежности люди борются, встают с колен. Гимн этой всепобеждающей любви в финале концерта исполнили все участники программы. Это внуки и правнуки солдат-победителей. Группа «Приморский парк» и «Энисгард». Радиоволны и Курага, Эмили Скай, Шам и Лидер. Специальный проект «Взвод». Елена Анисимова, Дмитрий Лелека, Павел Красиков, Андрей Вовк, Анатолий Паньков, Денис Александрович, Дмитрий Фомин, Севинформбюро.